Боевики задержаны, вражеские БТРы уничтожены. Под Киевом прошли показательные учения Национальной гвардии Украины. Посмотреть на подготовку бойцов прибыли военные атташе и представители дипкорпуса 28 стран. Все видела и наша Ксения Барвиненко. Это уникальный тренажер РПГ-7. Здесь, не выходя из класса, можно отработать навыки поражения целей на расстоянии до 500 метров. Тут можно задать любые погодные и боевые условия, а также время суток. А на этом полигоне условия уже максимально приближены к боевым. Нацгвардейцы отрабатывают десантирование с вертолета и задержание боевиков. С РПГ, пулеметами и автоматами Калашникова нацгвардейцы пытались отбить вражескую атаку. Бронетехника противника уничтожена. Группа в Тройце пересувалась и уничтожила цель. Данная задача была использована кинологами с службыми собаками. Можно было использовать собаку как для посылки вибуховых пристроев на местности, а также штурм в какой-то здании или транспортного способа или противника. А вот этих ребят в нацгвардии в шутку называют платиновыми, ведь снаряжение у них самое дорогое. Цена одного патрона доходит до тысячи гривен. Во время же учений пули отстреливают десятками. Посмотреть на подготовку нацгвардейцев прибыли дипломаты из 28 стран. Мои впечатления от нацгвардии Украины очень и очень хорошие. Они работают как профессиональный слаженный механизм. Осталось довольно подготовкой бойцов и командование нацгвардии считают, это возможность показать миру силу украинских военных. Я навмисно сегодня запросил сюда представника Белоруссии, знаю, что они спілкуються тесно с Москвой, но, наверное, ответ будет туда. Тут присутствуют те, которые реально помогают в Соединенных Штатах. Это Канада, Румуния, Франция, Италия. Певные программы, которые существуют сегодня, помогают нам, как правоохоронной структуре, досконаливают свои навыки, знания стосовно правоохоронной деятельности и стандартам, которые существуют в Европе. Подобные учения проходят регулярно. Таким образом, нацгвардейцы оттачивают навыки перед очередной ротацией в зону проведения операции объединенных сил. Ксения Барвиненко, Евгений Пахальчук. Подробности. Телеканал Интер.